Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Знаете, когда я был новообращенным, у меня была книга одного монаха 17 века. Его звали Брат Лоренц. Он написал книгу «Практика Божьего присутствия». Он был простым посудомоем. Это было его занятием в монастыре. Но во всем, что он делал, он переживал Бога. Он был настолько наполнен Богом, что все окружающие хотели находиться в этом. Когда я прочитал книгу, то сказал, «Ой, я тоже так хочу». Я попытался это делать, но он, правда, не сказал, как. Я просто сказал, «Дерзай», и вот и все. Я ведь человек практичный, и я не знаю, как. Вы просто говорите, «Дерзай», но это не работает, у меня не получается, но я нашел семейную пару, которая, по-простому, шаг за шагом, научит вас, как ежедневно пребывать в присутствии Божьем. «Хотелось бы вам 24 часа в сутки находиться в присутствии Божьем». Не переключайтесь. Так нечестно. Это просто нечестно. Я протестую. Вот представьте, если Бог вам говорит, «Даю тебе мое безраздельное внимание», и через месяц вы уже имеете это и получаете все, что не попросите, и Бог вам все говорит. Вот почему я протестую. Это просто несправедливо, знаете ли. Я тоже так хочу. Хочу переживать это. Доктор Джен и Деннис Кларк. Деннис, так нечестно. А вам когда-нибудь такое уже говорили? Да, да. А что это было? О чем он говорил с вами? Расскажите. Деннис, первое, что он сделал, наполнил мое сердце такой любовью, какой я и представить себе никогда не мог. И все это время он постоянно говорил в моем сердце, «Деннис, я даю тебе мое безраздельное внимание». Это подразумевало заботу, ободрение, личностное ощущение. Он также научил меня некоторым вещам. В своем расположении, которое никогда не покидало меня, он учил меня. Он сказал, «Я научу тебя, как сильнее привлечь мое нахождение». Мало того, он пошел еще дальше и сказал, «Я научу тебя, в чем разница между доверием и усилием». Затем он продолжил, «Я изменю твою жизнь, сделав реальностью то, о чем ты никогда раньше не знал». Это называется прощение. Это еще одно знамение Креста, Иисуса Христа. И это откровение. Это было революционно для меня на тот момент. Это я никогда не мог себе представить. Надо сказать, что я беседовал со многими людьми, которые учили о прощении, и это было убедительно. Я должен сказать, что я еще никогда, никогда не слышал раньше о таком. Именно так следовало бы жить. Доктор Джен, а теперь расскажите нам немного о своем профессиональном образовании, потому что это так удивительно, что Бог свел вас вместе. Он человек откровения и Слово Божьего, и потом у него появляется кое-кто, имеющий профессиональные знания о том, как наука переплетается со Словом Божьим. Скажите, кто вы по образованию? Я доктор теологии, магистр медико-биологических наук. Имею степень по педагогической психологии, диплом библейской школы и плюс курсы христианского консультанта. Вы знаете, что больше всего меня поразило? Что? Все, чему вас... Не все, но многое из того, чему вас учили. Слово Божие превосходит то, что вы изучали в психологии. То есть я никогда не слышал прежде, чтобы кто-то учил о том, что я узнал от вас. Не знаю, как вы живете с этим человеком. Вы знаете, одно, а он говорит вам совершенно другое. Тем не менее, вчера за ужином вы мне сказали, что все было правильно, и вы без труда смогли это принять? Да. В то время, когда я встретила Денниса, я очень сильно жаждала Бога. И он просто послал ко мне этого человека, чтобы научить меня двигаться в духе. И я начала прямо-таки погружаться в Писание и исследовать по Библии, а также физиологически, почему то, чему Деннис учил меня, работает намного лучше и быстрее всего того, о чем я знала раньше. Итак, давайте я приведу этот пример. Деннис получает откровение из Слова Божьего о том, что дух или сердце находится не там, где мы привыкли это видеть или представлять. Не тут и даже не в этом месте. Что говорит Слово Божье? Деннис, где находится дух? Есть слова, которые мы очень редко используем. Это утроба, это чрево, внутренние органы. Там расположены так называемые, если перевести буквально с английского, внутренности сострадания, о которых говорится в английской версии Библии. Это кишечник и почки. В русском переводе Библии это слово «сердце». Но это правильное место. Благодаря этому мы по-новому открываем понятие Духа. А где в Библии написано, что Дух или сердце находятся в животе? Во внутренностях! Иоанна, 7,38. «Из вашего чрева или из живота потекут реки воды живой». Ясно. Доктор Джен? Да. Скажите, а что наука говорит об этом? В 90-х годах был один доктор медицины по имени Майкл Гершин. Он был исследователем в области гастроэнтерологии. Его открытия фактически перевернули весь биологический мир. Какое-то время его даже стали преследовать за это. Он обнаружил, что в нашем теле имеются две нервных системы, функционирующих автономно, и единственное, что их объединяет, — это эмоции. Вот что происходит. Эмбрион имеет участок соединительной ткани под названием нервный валик. По мере того, как эмбрион развивается, валик расщепляется на две части. Одна половина перемещается в мозг и формирует головной мозг и центральную нервную систему. Другая проходит в кишечник и формирует так называемую интервальную кишечную нервную систему, в которой находится такое же количество нейронов, что и в нашем мозге и центральной нервной системе. И они соединены единственным нервом, который проходит от эмоционального центра мозга, далеко в его основании, непосредственно в кишку. Он называется левый блуждающий нерв. Так, если я правильно вас понимаю, ученые теперь говорят, что в кишечнике, о чем Бог все это время знал, находится наш второй мозг? Да. Да? Хотели бы вы узнать, как пребывать в присутствии Божьем? Это потрясающе, не так ли? 24 часа в сутки! О, я очень сильно этого хочу. Я знаю, что и вы хотите. Вы очень сильно этого хотите, да? Я тоже, так же, как и вы, поэтому не переключайтесь. Это сверхъестественно. Этот мир уже давно спорит о том, что разделяет нас. День за днем мы живем, имея свою устоявшуюся точку зрения. Но Писание говорит нам о том, что Мессия разрушил преграду, разделяющую еврея и язычника, вместе с тем создав одного нового человека. Эта духовная целостность побуждает делать такие огромные шаги в сторону Бога, каких мир еще не видел. Сидрот нашел ключ к достижению еврейского народа посредством Божьей любви. Новое человечество откроет доступ к Богу, чтобы двигаться в чудесах и знамьях. И тогда все убедятся в факте существования невидимого Бога, о котором говорится в Писании. На нашем веб-сайте вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам узнать, насколько важно для нового человечества познакомить массу людей с Богом. Заходите на наш сайт сегодня. Это сверхъестественно. С вами Сидрот. До того, как доктор Джен и Деннис поженились, они любили молиться. Они пошли на служение и находились в молитвенной комнате, как вдруг одна из молитвенец стала вести себя, словно, ну, как мы, евреи, любим говорить, «Мэшуга, сумасшедшая!» Она просто лежала на полу. «Деннис, а что она там еще делала?» Корчилась, вопила, кричала, что у нее все известные болезни, трудности и проблемы в жизни. Доктор Джен, расскажите, что вы подумали, когда увидели такую странную картину? Я христианский консультант, профессиональный психолог, но моей первой мыслью было не приближаться к ней. Я подумала, здесь на полу лежит то, что стоило мне пяти или десяти лет опыта работы консультантом. А все просто стояли, не шелохнувшись и смотрели, уставившись. Наконец, Деннис не выдержал, он подошел и опустился около нее на колено. Благодаря своей психологической подготовке я знала, что он делает, но он начал проводить ее через эмоциональное исцеление, разрушая твердыни разума, и бесы вышли. Минуточку, а вы же сами в этом разбирались, так или нет? Я никогда раньше не видела такого быстрого результата. По моему опыту, решение одной серьезной проблемы для кого-то могло длиться годами, даже при христианском консультировании. А эта женщина уже через десять минут совершенно спокойно стояла и улыбалась. И знаете, о чем я подумала? О чем? Я подумала, это колоссально. Если бы церкви это знали, то мы бы имели тело Христа исцеленным. Поэтому моей задачей было разрабатывать материалы и распространять их, чтобы каждый мог этому учиться. И все настолько просто! Да. Я так рад этому, Деннис. И вы рассказали мне одну очень простую вещь. Все, о чем вы мне говорите, просто. Именно так была написана Библия. Именно таким образом мы можем привести в действие Божьи обетования, и люди узнают, что такое размышление над Словом. Но вы высказали о Боге одну небольшую мысль, понимание о Боге и место, где Он находится. Расскажите об этом. Лично для меня присутствие Божьей молитвы — это личность. Молитва для меня была переносом центра внимания от разума к самым глубинам естества, к духу. И пришло понимание. Я могу сказать, что это прославило Бога. Помазание Духа привлекло больше моего внимания к Нему. То есть, произошло что-то очень значительное, когда я просто перенес действие с головы в самую глубину своего сердца, где я нашел его присутствие. И это умножилось. Когда я ненароком, иногда разговаривал с Богом, что-то Ему говорил, помазание понемногу уходило. И тогда я думал так, «О, нет, я должен позволить Ему говорить вместо себя». И мало-помалу Он научил меня, что в общении с Ним должно что-то предшествовать истинному общению. Прежде чем я хочу что-то сказать, мне нужно провести время в Его нахождении. Тогда Он будет разговаривать со мной или проявлять Свою божественную инициативу. Это действительно истинно, и я познал это. Когда я в первый раз услышал, как вы об этом учите, мне на ум сразу пришло местописание из послания к Ефесянам. «Отому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Понимаете? Мы думаем, что эта сила действует на небесах, но она действует внутри нас. «Смотрите, она прямо в сердце, прямо в нас». Расскажите о том, что вы называете «устремиться вглубь». Когда я узнал об этом, это вмиг перевернуло всю мою жизнь. Я придумал этот термин, пока обучал Дженнифер. Мне нужен был язык описания личного опыта, и я хотел научить ее, как концентрироваться на Боге внутри, а не на небесах. Хотя он, конечно же, и везде. Или в моей голове. Или в голове, так или иначе. Видите ли, я человек очень заумный. Еще не все потеряно. Тогда и для вас еще не все потеряно. Для вас тоже. Итак, объясните этот термин. Для меня это нечто новое. Для меня самый легкий путь, самый. Дух находится в животе. Да, в животе. Понятно. И когда вы молитесь, вообще-то… Когда люди закрывают глаза, они автоматически переносятся туда. Немногие обращают на это внимание, но именно так они и делают. Поэтому, когда вы закрываете глаза, это, вероятно, подавляет органы чувств, болевые ощущения. Вы автоматически подключаетесь ко всему, к чему должны быть подключены все это время. Общение с Богом, взаимодействие. Вообще-то, особенно, когда я обучал Дженнифер, у меня были люди, которые помогали ей не переключаться с духа на разум, наслаждаться богатством мудрости, которое внутри, драгоценной полнотой пребывания в Боге. Положите руку на живот. Многие могут подумать, что это как-то глупо выглядит. Все, кто в студии, сделайте это прямо сейчас. Вы у себя дома, кладите руку на живот. Когда вы кладете руку… Так, кто-то из вас сделал это? Ага, попались! Вы не прекращаете думать. Это даже лучше. Когда вы думаете, вы концентрируетесь на том месте, где находится ваша рука или обе ваши руки. У вас была серьезная проблема с сердцем. Расскажите кратко, что с вами происходило. Да, на протяжении примерно 20 лет у меня была так называемая предсердная тахикардия. Я могла спать, заниматься делами на кухне, везти автомобиль, но внезапно у меня появлялась тахикардия, и сердце начинало биться до 200 ударов в минуту, без передышки. Мне приходилось принимать лекарства, которые предупреждали такие частые приступы. Как только это случалось, я пила лекарство, которое в результате снимало приступ, но я к тому моменту уже синела. Мы с Деннисом тогда только поженились. Я крепко спала, как вдруг мое сердце начало колотиться. Было такое ощущение, будто вся кровать трясется. И вроде бы ничего не происходит. Деннис проснулся, почувствовав присутствие страха в комнате. Я ему ничего не говорила. Он спросил, что случилось? Я ответила, у меня один из приступов. И вот что он мне сказал. Знаешь, я чувствую в комнате страх, это бесы. И еще сказал, внутри тебя есть страх. Я углубилась, сконцентрировалась на ощущении внутри меня и почувствовала этот страх. Он сказал, я хочу, чтобы ты попросила прощения у Бога за то, что допустила этот страх, потому что страх не от него. И я просто позволила Мессии войти в свое сердце и приняла прощение. Знаете, это точно так же, когда вы спасаетесь. Вы открываете свое сердце и получаете прощение. И страх внутри ушел. Тотчас же восстановилось нормальное сердцебиение, и демонического присутствия больше не было. Думаю, что это и вызвало болезнь на физическом уровне. Вы сейчас принимаете лекарства? С тех пор я не принимаю никаких лекарств. Насколько опасным было такое состояние? Достаточно опасным. Люди попадают в реанимацию. Вот что я вам скажу. Скоро вы узнаете о тайне, о которой Иисус рассказал Деннису. О прощении. О которой вы никогда раньше не слышали. Не переключайтесь. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. С вами Сидрот и Деннис Кларк. Деннис, Бог показал вам целую парадигму, научил вас системе понятия прощения. Расскажите об этом. Первое, чему он научил меня, что прощение — это личность, и прощающая живет во мне. И прощать кого-то — это больше не просто действие. Это то, чему я позволяю случиться. Поскольку я дал ему свободу действий, он действовал как прощающий. Когда я в наших с ним отношениях допускал все, что угодно, то есть весь негатив, то это было, по моим ощущениям, личным оскорблением по отношению к Богу. Я взял все свои отрицательные эмоции, чувства и все, что не подается описанию, и позволил всепрощающему Христу, который во мне, прийти на помощь и освободить меня от этого, восстановив этот мир. Это был мой мир. И это было внутренним свидетельством того, что мои отношения с Богом возобновились. Они строились заново с каждым днем. То есть сильное беспокойство у вас вызывало не проблема с кем-то еще. Наибольшую озабоченность у вас вызывал разрыв взаимоотношений с Богом. Ощущали ли вы, что это не тяжело, что вы в состоянии сделать это с Божьей силой? Точно. Кто-то когда-то дал определение благодати. Я сделал это открытие даже для самого себя. Но для меня это было реально ощутимо. Я испытал это на себе. Определение было такое. Благодать — это личное присутствие Иисуса, позволяющее нам или дающее нам власть делать все и быть тем, к чему Он призвал нас. Он работал внутри меня, чтобы я мог и желал делать. Расскажите нам очень кратко о женщине, которая имела дело с отверженностью в своей жизни. Думаю, это был один из самых важных уроков в моей жизни. Я занимался так называемым стандартным алтарным служением. Люди выстраиваются в ряд, а вы подходите к каждому по очереди. Дошла очередь до одной женщины. Благодаря дару развлечения духов, я почувствовал, что в ее человеческом духе была такая защитная стена, из-за чего, думаю, многие бы перешли к следующему человеку. Я почти сделал то же самое, как вдруг услышал повелевающий внутренний голос, и дух сказал мне, «Не иди к следующему». Я сказал, «Ладно». Я встал перед ней с помощью дара «Разлечения духов». Я узнал, что у нее проблема с отверженностью. Она настроила стен, потому что чувство отверженности — это еще когда ты сам отталкиваешь кого-то от себя. Это интересное внутреннее ощущение. Это все равно, что сказать, «Почему ты меня не любишь?» Да, «Почему ты меня не любишь, а сам отталкиваешь?» И через мгновение я увидел, что буду действовать по-другому, искупительно. Вместо того, чтобы думать о ее отверженности, я буду действовать, буду высвобождать из своего сердца, как написано в Евангелии от Иоанна, «Из чрева потекут реки воды живой». Я даже не знал, что ей сказать, просто стоял и позволил течь Божией любви. Внезапно посреди всего этого у меня возникло ощущение, что внутри нее что-то начало рушиться. Пошло разрушение стены, и когда я почувствовал, что все это ушло, она разразилась рыданиями и сказала, «Бог действительно меня любит». И это так тронуло меня, что я не могу не сказать. Мы неосознанно служили людям неискупительно. Мы берем людей, у которых проблема с отверженностью, которые очень сильно нуждаются в Божьей любви. И что мы делаем? Мы стоим перед ними, потом идем к следующему человеку и укрепляем их отверженность. Не нарочно, конечно, но по духовному неведению того, в чем же их реальная нужда. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас помолились за тех, у кого в жизни есть отверженность. Я знаю, здесь есть люди, которые чувствуют, даже пока я говорю, они почувствовали, что в их сердце вырастает что-то похожее на стену. Я хочу вам кое-что сказать. Позвольте Мессии прийти и убрать эту стену. Прямо сейчас эта завеса спадет. Есть люди, для которых эта завеса будто защитная оболочка, под которой вы прячетесь всю жизнь. Вы чувствуете, будто находитесь в своего рода духовном пузыре, но не можете понять, что это такое. Вы говорите, «Я никому не нужен, меня никто не любит». Прямо сейчас я провозглашаю прорыв. Вы можете позволить прийти в эту сферу жизни, милости, поддержки и Божьей любви. И вы почувствуете, некоторые из вас почувствуют тепло, а кто-то — любовь. Кто-то из вас готов даже кричать. «Я чувствую, что любим, и теперь я могу отдавать. Я любим, теперь у меня есть, чем делиться с другими». «Я не только любим, но и нужен». Здесь есть человек, который две недели назад лишился работы, и он уже просто потерял всякую надежду. Он чувствует, будто весь мир против него. Но я говорю вам, «Бог за вас». Он всегда был с вами. Он выводит вас на совершенно новый уровень, в совершенно новую сферу жизни. Но прежде чем менять ваши внешние обстоятельства, он начинает с изменения внутри вас. Есть женщины, которые чувствуют, будто для них нет подходящего мужчины среди верующих. А я говорю вам, что отверженность уходит из вашей жизни. Вы отвергли кого-то даже из самых дорогих вам людей, которых Бог вам предопределил. Я вижу, что то же самое делают мужчины. Они просто отвергли тех, кто был послан им Богом. Почти как ангел. Божественные предопределения находятся на некоем уровне отношений. Это могут быть ваши бывшие друзья, которые вдруг возникают на горизонте. А вы думаете, совпадение ли это? Я не понимал, когда Бог сказал, что это божественное предопределение. Теперь знаю, это возможно и есть настоящее Божие принятие и двойное откровение в этих взаимоотношениях. Двойное откровение еще в том, что в вас Мессия. Если Он живет в вас, пригласите Его надежду славы. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самому дабы создать в себе самому одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Смотрите в следующем выпуске. Знаете ли вы, что в невидимом мире есть сверхъестественные чувства? А если бы вы получили способность от Бога проникать в суть каждого из ваших духовных чувств, что тогда? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова